Седовасый мужчина в центре, выдающийся тренер. Один из отцов-основателей военно-патриотического клуба «Десантник» Валерий Сычев. Сегодня тренер, воспитавший генералов, полковников разведки, военных, представленных к ордену мужества, дает свой последний урок. Его уволили, мол, брал с родителей воспитанников деньги. Это, которые группы платные, так мы за счет этого и жили, не бюджет. Это замечание было, мы до сих пор работаем. Сдавали деньги, все шло через кассу комитета, бухгалтерию. У нас столько денег набегало, по 350 тысяч в год, не бюджет, а нас счет этого жили. Я же не в карман себе жил, договора божертвования, все есть у нас, отчеты, все как положено. И в бухгалтерии у нас копии. Десантник с 2012 года на балансе муниципалитета. Городской бюджет покрывает лишь зарплату тренеров и коммунальные расходы центра, поясняет бывший директор и добавляет. Пожертвования родители направлялись исключительно на развитие учреждения, соревнования, прыжки с парашютом. Тем не менее, бывшего директора обвинили в присвоении и растрате бюджетных средств. Родители воспитанников в шоке. Я вообще, честно, был в шоке. Люди основали этот клуб, можно сказать, с самого низа, с комнаток. Потом, я помню, он был, я занимался, где сейчас ЗАГС, там тоже были комнатушки незначительные. Ремонт делали сами. Чтобы выехать куда-то с воспитанниками, бегали, искали автобус в администрацию, чтобы все выпрашивать приходилось. Мягко сказать, были шокированы. Таким. Верите в это? Ну, надеемся, что будет все хорошо. Просто это, кому-то для этого так надо, эти обвинения. Конечно, я в шоке пребывала, потому что такие люди, не знаю, как вообще так все это получилось. Ну, я считаю, что это неправда, надо идти до конца. Осенью прошлого года главой Славграда стала Людмила Подгора. С этого времени к десантнику повышенное внимание. Проверки, которые ранее проходили без особых нареканий, выявляют ряд нарушений. Мол, ни чеков, ни договоров о предоставлении платных услуг нет. Более того, поясняет уже сама Людмила Подгора, бывший руководитель, элементарно не выполнял муниципальное задание. Мы выделяем деньги, суммы на одно количество детей, по факту в два, в три раза меньше. Группы должны открываться при численности, допустим, 15 человек, 14, а по факту детей ходит порядка 7-10. То есть тренера также получали заработную плату, не учитывая, что количество детей не соответствует. Кто-то там болен, кто-то это. Такого не было. Ну, 12 человек, 14, 15, 16 обязательно были. Администрация города поясняет, что дала время на устранение недочетов. Было исправлено только 10%. Но проверки еще полбеды. На Сычева завели уголовное дело. Выявился такой факт, что один из тренеров, находясь в заболевании в больнице, ему ставили табель выход на работу, то есть восьмерки ставили ему и оплатили заработную плату. Короче, он больничный лист не привез, а за меня в это время оставали, методист моя оставалась за директора. И, в общем, начислили ему как зарплату. Он там 15 с чем-то тысяч. Я думал, по электронке, говорит, придет, но не пришел. А потом уже, когда я вышел, уже там проверка вот эта, я не до этого. После этого, как возбуждено уголовное дело, он просто закрылся и стал говорить о том, что я с вами буду только разговаривать в присутствии адвоката. Это наше, мы никому ничего не отдадим. Мы начали войну. 26 марта Центру военно-патриотического воспитания «Десантник» города Славгорода, который воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, среди которых есть даже чемпион мира по гикбоксингу, исполняется 33 года. Хотелось бы приехать к этому юбилею и больше рассказать про работу Центра, про его достижения, о выдающихся воспитанниках, а не углубляться в кадровые перестановки, которые, если не парализовали работу Центра, то точно омрачили его жизнь. Сегодня у Центра новый руководитель. Претензий родителей к нему нет. Он только вступил в должность. Но вот опасения, связанные с будущим Центра, в связи с кадровыми перестановками, у людей есть. Мы очень боимся, что станет очень все печально, плохо, что может закрыться, обанкротиться, еще что-то. То есть, где наши дети будут заниматься? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.